Итак, вчера объявили о том, что Windows 10 вышла окончательно и бесповоротно, и пользователям как седьмой винды, так и восьмой винды, предоставляется возможность эту самую десятку бесплатно себе пропатчить, то есть перейти на нее совершенно бесплатно. Суть в том, что Windows 10 позиционируется как операционная система для различных видов устройств. Это и смартфоны, и компьютеры, и, не знаю, микроволновки, что ли, наверное, какая-то шутка. Суть в том, что, как операционная система для смартфона, она вполне презентабельна, она удобна, и вся эта блочная структура, которая была в Windows 8, она осталась здесь. Но надо понимать то, что было много и жалоб на Microsoft, то, что, ребята, был уже Windows 7, в котором был этот аэростиль, воздушный такой, красивый. Вот эта вот, извиняюсь, вот эта квадратная кнопочка, ну, ну, прямо, ну, нисколько она не секси. Появился стиль метро в восьмерке, и здесь он продолжает использоваться. Менюшка, конечно, поменялась, это теперь не полный экран, а такая сенсорная фигня, которая чем-то напоминает планшеты андроидные, да? Это меню в стиле Windows 7, только с такими прямыми углами, наполненной инфографикой, значками приложений. Мне кажется, что это просто модно. Это было модно раньше делать что-то в стиле Windows XP. И было модно делать, я помню, очень много, был просто бум, когда вышло Windows 7 делать разные стилизованные для Windows XP менюшки, Windows бары. Вот стилизованный под этот воздушный стиль. Сейчас этот стиль метро тоже очень будет популярен. Что будет через 10 лет? Скорее всего, придет на смену какой-то вообще другой стиль. Может, мы будем только общаться посредством этого самого голосового помощника, картаны. Да, картана. Интересное, конечно, название, может, потому что картавит, но там девушка не картавит, кстати. Смешная шутка. На самом деле, Windows 10, она приятная. Здесь много зеленого. У них новый браузер. Это понятно. Microsoft много потерпели неудач. Связано это с тем, что у них этот Explorer был, у них была нестабильная Vista, была семерка, которая была нормальной, в сравнении с той же Vista. Все равно XP была самая стабильная, но семерка, тем не менее. Была восьмерка не пропатченная. Был, слава богу, патч. На восьмерке можно было работать. Но на восьмерке были такие проблемы, как, допустим, нужно было за системой регулярно подчищать. Она очень любила качать обновления. Если у вас была не лицензионная Windows 8, вам нужно было проходить геморройный этап активации. В принципе, как с любой Windows, но на восьмерке без патча отключить эти самые обновления было просто нереально. Это было жутко, это была огромная трата места на жестком диске. Windows 10 вроде как должна работать без этого. То есть обновления должны быть, но должен быть сразу же включен флажок. Либо да, либо нет. Cortana чем-то напоминает айфоновскую, аосовскую, точнее, Siri. Эта система уже давным-давно используется. Как органайзер на тех же планшетах, на тех же устройствах. Это очень классная штука. Но на компьютере это, по-моему, немножко вычурно смотрится. Слегка футуристически и непривычно. Дело в том, что просто пользователь к этому рядовой не готов. Рядовому пользователю главное, чтобы было кино, была музыка. Можно было чуть-чуть что-то почитать. Ну и главное, чтобы был браузер. С браузером они не подкачали. У них есть Edge, он красивый. Вполне, так сказать, стильный. И мне кажется, что будет прослойка людей, которая наконец-то будет рада, что есть хороший браузер от Microsoft и будет только им пользоваться. Если Edge, конечно, себя с хорошей стороны проявит. Потому что это еще все-таки подвешенный какой-то проект. Только появилась Винда и спросить-то толком не у кого. Я же переходить на Windows 10 не собираюсь. Я не переходил на Windows 8. Я только работал... Ну, у меня была возможность поработать Windows 8 у некоторых людей. И если честно, то двух-трех часов этой возни мне изрядно хватало. Мой отец тоже не был в восторге. Как-то на Windows 7 сидим и все нормально. Главное, чтобы новая Windows не жрала ресурсы. Если она будет жрать ресурсы, будет тоже очень некомфортно. Она должна быть такой лояльной, как и 7. В принципе, дизайн, я же говорю. Много инфографических элементов. Это нормально. Сейчас это модно. Модно иметь много разных фич, которые позволяют потребителю просто не отвлекаться. И из-за этого Windows 10 будет, вероятнее всего, очень приятной. В отличие от Macintosh, Windows 10 не фокусируется на том, что вы будете запускать здесь массивные студии и работать с видео. Нет. Все-таки Windows 10, она представляет собой ядро для того, чтобы можно было запускать что-то на планшете, запускать что-то в Windows фоне, запускать что-то на компе. И чтобы было удобно все это синхронизировать. Если синхронизация удастся, это будет очень хорошая неприбиваемая вещь. То есть посредством одной операционной системы, одного аксессуационного ключа вы можете синхронизироваться со всеми вашими устройствами. Это же здорово. Хотя, может быть, и Пургунус? Cortana, она прикольная. Но органайзер этот, мне кажется... Органайзер сделан нормально. Cortana сделана нормально. Я даже скажу хорошо. Но дело в том, что Microsoft себе изрядно подпросил репутацию. Я уже говорил, Explorer и так далее. Что сейчас куча вот таких вот плюшек, которые она дает, бесплатно причем. Фактически просто задаром. Потому что мы любим вас, потому что вы нами пользуетесь. И вот держите спокойно... Если вы предзаказали, то держите спокойно такую возможность переобновиться. Дело в том, что это все здорово, но все равно будет существовать такое недоверие. У меня лично это недоверие весьма высоко. Microsoft очень хорошо, что у них есть эти библиотеки классные. Но, к сожалению, они фокусируются на дизайне. Дизайн у них получается очень достойно. Тем не менее, не совсем гибкий этот самый дизайн, потому что все-таки блочная структура берет вверх над гибкостью. В общем, Windows фокусируется на дизайне, она не фокусируется на работоспособности и производительности. Мне кажется, что каких-то нововведений, которые могли бы перевернуть рынок, Microsoft не планирует. И не стоит от нее это ждать. Она просто предлагает продукт и будет предлагать в следующем продукт, который можно купить и который просто является таким платформенным. Даже сейчас это кроссплатформенно, как Windows 10. Это нормально. Но мне бы хотелось, чтобы Windows все-таки держалась на рынке, как и другие компании. Тот же Apple тоже ушел в сторону дизайна очень сильно. Мне хотелось бы, чтобы все-таки IT, такие бренды большие, они все-таки двигали технологию вперед, а не дизайн. Дизайн – это вещь такая, что когда будет технология, тогда будет дизайн. К сожалению, сейчас потребитель им как бы на сайте технологии, ему все уже что надо видели. Дайте нам что-нибудь красивое. И вы получаете в Windows 8 что-нибудь очень красивое, но забагованное и изрешеченное всякими траблами и проблемами с ресурсом, с ресурсозависимостью. Если эту ресурсозависимость Windows, Microsoft должна довести до ума, то она должна на этом фокусироваться, она на том, как бы сделать дизайн приятнее. Это все побочные вещи. Самое главное – это чтобы приложения работали корректно, чтобы можно было не задумываться, и чтобы не нужно было с бубном плясать над компьютером во время установки, во время… Месяц прошел, допустим, пользование Windows 10, и тут же выходит патч. Почему? А потому что не было пофикшено несколько багов, мы торопились выпустить. Хотя вроде никто никак никого не торопил. Но все равно выходит патч. Почему? Потому что фокусировались на дизайне. И вот я не хочу, чтобы с Windows происходили такие вещи. Я не хочу, чтобы вообще с какой-либо компанией, которая себя хорошо зарекомендовала своими… инновациями, технологическими фишками такое происходило. Просто не желаю. Как дизайнерское решение, это очень стильное, это очень классная штука. Microsoft действительно радует тем, что она предлагает нам какие-то очень хорошие… ну, вроде как стабильные и вроде как полезные вещи. Тот же самый браузер, тот же самый голосопомощник. Приятный дизайн. Но самый главный вопрос – это уже решать пользователю. Нужен ли ему этот дизайн и чуть пониже работоспособность, наверное. Или же нет. Или же он останется на той операционной системе, на которой он пользовался. Я же желаю всем тем, кто обновился на Windows 10, чтобы у вас ничего не летело, чтобы не выпускалось патчей через месяц, через неделю, в догонку к операционной системе, чтобы у вас обновлений не доставали. и чтобы место на жестком диске у вас всегда было. А тем, кто не собирается переходить на Windows 10, я вас тоже прекрасно понимаю, я сам такой. Вот. Я вам тут тоже желаю удачи и желаю, чтобы мы с вами оказались неправы, чтобы Windows 10 наконец-то стала классикой, как и Windows 7. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok